Чувствовать себя в безопасности у жителей дома номер 3 по улице Арцебушевская не получается. С тех пор, как обвалилась дверь в подвальное помещение, люди в тревоге за здоровье своих близких. Там могут и дети упасть, там разрушено все, и бомжи иногда ночуют там. Поэтому просто боимся. Вход в подвал обязательно. Должна быть дверь в подвал, чтобы был закрыт. Мы же все-таки следим за этим. У нас там и непосредственно отопление, и все, у нас там трубы проходят. В соседнем дворе переулки Тургенева, 23, жители жалуются на некачественную работу прежней управляющей компании «Альтернатива». Из-за порывов на теплосети двор постоянно затапливало, дорога приходила в негодность. Должного внимания решению проблемы никто не уделял. За эти столько лет у нас вот здесь вот все провалилось. Асфальтировать они вот это вот заплатками сделали. Все здесь бордюры вот были сняты, потому что здесь грязь была, все. И вот в итоге мы остались, что у нас здесь все провалилось, здесь, там это все подмывало, все подъезды нам изуродовали, цоколь изуродовали, нам пришлось за свой счет это делать. Проверка состояния жилого фонда в округе еженедельно в личном графике председателя Думы Александра Фетисова. За все недоделки ответ держит управляющая компания. Теперь это ЖКС. Козырьки, подъезды, фасад на это просят обратить внимание жители. Мы договорились с управляющей компанией, что некоторые, в общем-то, работы, они будут даже делать с авансом, с учетом будущих платежей жителей домов. Ну и определились и с опиловкой деревьев. Это на себя возьмет администрация района. Первые результаты работ по благоустройству жителям обещали показать уже в течение месяца. За этим председатель Думы проследит лично. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События.